Здравствуйте, здравствуйте, всем привет, всем привет, Кать, Катя, Екатерина Пропивздосовна, Сдоновна, ты где? Лучше бы тебе не знать, где я, ааа, мне щас тошнет, Ой, извините, извините, да ёперс это выбрасывает за борта, блин, надо больше каток, больше каток, я всё поправлю, я всё поправлю, только, пожалуйста, слезь, вот здесь происходит стройка в данный момент, тут ещё пока что опасно для жизни кататься на лодке, Кать, а мне нормально, мне нравится, слезай-ка ты отсюда, я ещё пока что не достроил, слезай, 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 фу, мне щас тошнит нафиг, ой, упала за борт, так у меня голова закружилась, я вообще не поняла, куда идти, это, ой, это чё такое, шо такое? Я даже не заметила, значит, что ты тут построил, плохо построил, видишь, я вывалилась, надо больше строить, а мало ли, дети вот так возьмут, побегут, вот так вот хоба, и всё, и нет детей, вот так бац, бац, бац. Каких детей, кто побежит, куда упадёт, ты с ума сошла, я тут, короче, мы же стримим, я говорю то, что у меня стримы по три раза в неделю, вторник, четверг, суббота, там 6-7 вечера по Москве, мы каждый раз собираемся, каждый раз здесь что-то пиндюлим, вот прям вот такое жёсткое. Без меня, без меня, я на минуточку хочу заметить, ваше внимание привлечь. Без меня строит! Да, без тебя, потому что ты в час ночи, когда у меня стримы по новосибирскому времени, ты тогда уже спишь, вот, поэтому мне приходится строить до тебя. У меня просто план на будущее, на жизнь, план, чтобы в будущем я очень сильно мог удивить Екатерину, то есть до нового года у меня есть план, чтобы я построил что-то прям очень жёсткое, и на Новый Год Катя зашла такая, типа, о мой бог, ты мой Дед Мороз, ты какой мне подарок сделал, ну, как бы моя цель на этот Новый Год именно вот это. И сейчас, подождите, пожалуйста, секундочку, сейчас мне просто нужно вот это взять и немножко вот, вот так вот, да, вот. Кать! Да? Подбеги к Катку, пожалуйста, к Катке, 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 прибеги. Ти-и-и, ща бегу. Короче, у нас в городе будут две ёлочки, на Катке у нас будет одна маленькая ёлочка, вот примерно где-то вот такая, может чуть-чуть больше. Блин, опять, ай, себя задело, опять пранк не удался, а что ж. Разрешите спросить, зачем ты мне в лицо только что кинула зелье слабость, а? Я хотела пранкануть. Ты доигралась. Муж уходит из дома, оставляет детей на тебя, всё, пока. Пока. Вылези, пожалуйста. Нет. Вылези. Нет. Я обиделся, и муж уходит из дома. Ты смотри, как мы с тобой эффектно скатились вот с этих, с лестницы, а? Всё, пока. Да оставь мужа в покое, дай я уйду из дома. Какого мужа? Ну, парня, мы не женаты, если что, ничего не подумайте. Всё, короче, иди сюда и давай... Тихо, тихо, всё, иди сюда и давай будем начинать, подходи. Дай умаз, дай умаз, дай умаз, пожалуйста. В глазки. Я хочу кое-что у него купить. Я хочу у него кое-что купить, дай умаз. Да нет у меня алмаза, последние деньги на тебя потратил, подойди сюда. Жадина, говядина. По традиции, сегодня, как обычно, много планов, в которых я ровным счётом не шарю ничего. Поэтому передаю слово этому молодому человеку, он сам сейчас всё расскажет, а я пойду выпрашивать у торговца что-нибудь, чтобы он мне подарил. В первую очередь мы сделаем то, о чём мы мечтали уже 150 тысяч в серии. Самое главное, что нам осталось сделать, ну, осталось, ещё нужно сделать, это шлем и щитков черепах, которых мы так долго и долго-долго-долго выращивали. И ещё сегодня, как обычно, мы с Екатериной отправимся в далёкое-далёкое путешествие, где я сегодня научу её гоняться на самых скоростных машинах в Майнкрафте. Ну, машины, они такие маленькие, четыре ножки, они так бегают за морковкой. Поэтому сегодня мы с Катей погоняемся. Вот. Екатерина. Кать. Ты чё делаешь? Да, сколько это стоит? Ага, хорошо. Я беру. Я беру. Всё. Спасибо. Угу. Смотри, я купила ромашку у него. За что? За изумруд. Ты купила цветок за один изумруд? Я хочу цветочки. У тебя лес и поляна огромная. Там вот иди рви цветки сколько хочешь. Там вот 10 цветков перед тобой. Ты покупаешь за один изумруд? Ну, а чё? Ну, он пришёл, торгует. Я купила. Слушай, молодой человек. Вот это. Чё вы здесь? Вы мою девушку обманывать будете? А-а-а-а. Это как-то я даже не ожидал, что я его с трёх ударов убью. Ну, извините, пришёл выпрашиватель. Ты чё? Алё. Хватит. Хватит. Хватит плевать. Ты. Слушай, я щё, я щё. Ты отстань. 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 Пацаны. Я не хотел вас обидеть. Ну, а чё он пришёл вымогать? Я тут мою девушку надурил на один изумруд. Всё. Ладно, всё. Короче, Кать, нам надо нырять. Нам надо нырять с тобой под воду к этому. К Ярику-пописярику. Сейчас быстренько. Один щиточек. И второй щиточек. Делаем черепаший панк. Теркань, держи. Нам надо с тобой протестить, как эта фигня работает. Ну, да ты с ума сошёл. Да я вот, да, простите меня. Они до сих пор на меня плюют, пацаны. Ну, ради всего хорошего и святого. Ну, из... А, ладно, идите в зайцы. Морковушка. Морковушка. Удочка. И удочка. Два седла. Удочка. Морковка. И ещё одна удочка. И морковка. Кать, они... 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 А меня-то за что? Они меня раздражают, честное слово. Прям очень сильно меня раздражает. Пацаны... У тебя чебурак. Силой посейдона, даной мне богом море, идите в срокотацию! ПА! 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 Только попробуй плюнуть. А-а-а, успокоился, да, значит? Успокоился после того, как... Ты собака сутулая, иди в задницу. Пошли-ка. Мне здесь не нравится, честно. А что чебурак туда уплыло? Вот я сейчас смотрю на него, и он на меня смотрит, и между нами, как бы... Искра-буря-безумие. Да... Слушай, ты бесишь уже, а? Прости, пожалуйста, но... Это было жестко, но он это заслужил. Пошли. Ну а что они сейчас будут тут стоять без этого чувака? Нафиг они нам нужны? А-а-а, разрешите поинтересоваться, молодой человек, куда мы держим путь? А-а-а, я бы сказал, но это будет секрет. Но я тебе дам подсказку, у меня в инвентаре две удочки с морковками. Вот. Э-э-э, мы будем ловить... Зайцев? Не-не-не, не, вообще, даже не близко, не догадалась, нет. Мы будем ловить... Кто морковку любит? Меня, что ли, ловить будем? Не, мы тебя на морковку не будем ловить, нет. Мы вообще сегодня никого ловить не будем. Нафига, так-то удочки с морковкой. А-а-а, а еще плюс к этому всему я взял два седла. М-м-м. Ну давай, попробуй догадаться, куда мы с тобой прямо сейчас сплывем. И что до сих пор, примерно там за 50 серий выживания мы еще не делали, а? На ком-то кататься будем. Ну да, мы будем на ком-то кататься. Ты сможешь догадаться на ком-то? Чтобы на ком-то кататься, нужно приманить его на морковку с удочки. Да, все верно, все верно. Я поняла. Ну давай, удиви меня, на ком мы будем кататься сегодня? На свинюхах. Откуда ты знаешь? Не, блин, а на ком еще можно кататься? Если бы можно было кататься на корове, мы бы уже сделали это дома. Дома у нас свиней нет, соответственно, вот. Ну не на курице же кататься, верно? На лошадях мы тоже катались. Логично, слушай, она уже не такая тупая, как была. Раньше уже немножко помнелось за это все время. Да, мы прямо сейчас отправляемся с тобой на гонки, которые происходят в Майнкрафте раз в год. Именно сегодня тот день, когда будут скачки на свинюхах. И мы с тобой будем... Спринтер пик? Спринтер, да, вот это. Мы с тобой будем участниками этих конок. Но перед этим мне интересно, сколько же вот этот черепаший панцирь... Смотри, какой я красивый. Нет. Я как будто из армии сбежал. Вот прям... Ваненная пехота Майнкрафта. Здравствуйте, Едуардо Пеперонько. Опа. Слушай, а сколько он держит? 10 секунд. 10 секунд? Ну, не, ну в принципе, чтобы спуститься на дно, чтобы тут порубить какие-то морские огурчики и потом всплыть, в принципе, этого времени должно хватить. А смотри, а если я всплываю, ныряю заново, плюс еще 10 секунд. Слушай, да это на самом деле не так уж и плохо, как я думал. Слушай. Подожди, а если зачарить этот шлем еще? Неплохо должно быть, неплохо. Ну, как вы видите, мы в каждой серии находим себе как... Опа, уже одна свинюха. Здравствуйте, шашлык ходячий. Погоди, я... Я вот сейчас, мы когда плыли, 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 я не могу вспомнить, что мы делали в прошлой серии. Прям как будто вот... Отшибла память. Я не знаю. Ну, просто у нас в каждой серии столько много дел, то что я забываю, Катя забываю. Подожди, а что мы реально делали в предыдущей серии? Эээ... А, я вспомнила. Ну? Ну, я не скажу, пусть сами посмотрят. Ладно. Зараза-то такая не хочет говорить вам, что мы делали в предыдущей серии. Ну, а на самом деле, ну, а чё, как бы, надо смотреть все серии выживания, поэтому для тех, кто не видел предыдущую серию, я на самом деле сам не помню, что там было. Вот. Чудеса появления подсказочки прямо сейчас. Вот, если кто-то не на предыдущую серию, вот, посмотри, тыкни, и только после этого приходи обратно сюда и смотри этот ролик. Екатерина, держите, пожалуйста, любезно одно седло и удочку с морковушкой. Держите. Вот вы можете садиться на вот эту куропаточку, вот это сало отдрыгающееся, а я пойду вот здесь за... заприручаю ещё одну свинюшечку. Здравствуйте, молодой человек. А как это делать? Ну, вот смотри, он за мной следует, потому что я в руке несу морковушку. Да, и за мной свинья бежит. Вот. Бери седло, натягивай на него седло. Вот так. Так, садись на него правой кнопкой. И, в принципе, всё, и бери в руку морковку, и он будет ходить в том направлении, в котором ты смотришь. Вот так, видишь? Прикольно. У меня такое ощущение, что я это уже делала. Думаешь? А этого не было в нашем самом-самом первом сезоне Нубика? Ну, возможно, когда-то год назад Катя это реально делала. Но это ещё до выживания, когда мы с Катей записывали три сезона Нубика. Скорее всего, да, ты делала, я помню это дело. Но это было очень давно, и то неправда, и враньё даже. Я сейчас такие флэшбэки ловлю, пипец. В общем, я тебе предлагаю построить небольшой такой трек, дорогу, где-то три-четыре круга, и посмотреть, кто из нас быстрее свиновод. Кто? Свиновод. Я быстрее свиновод, или ты быстрее свиновод? Дорогие дамы и господа, сегодня вы пришли на этот трек, чтобы лицезреть соревнования двух профессиональных профессионалов, которые будут сегодня сражаться на двух прекрасных, мощнейших болидов Формулы-1, у которого здесь под капотом 256 свинячих сил. И подожди, подожди, ты забыла сказать то, что у каждой свинюхи под затылком четыре турбированные турбины, мощностью 94 хрю-хрюха, и также самоедная выхлопная система. А ещё впереди две дырки для более лучшего пропускания воздуха и амортизации. Аэродинамика через задний проход трубопроводного пропирдона. Ну стоп, 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 это всё неважно, ведь победитель, победитель получит 10-часовой сеанс в нашем джакузи. Да-да. Я тебя сегодня вздрючу по полной программе и свинюху твою вот эту подкапотную вздрючу, и буду 10 часов тусоваться в нашей джакузи, пока ты будешь возле меня стоять и мне завидовать. Ага. Да-да, хорошо, давай-давай. Пошли-пошли, не зря мы сейчас полчаса вот этот трек строили. Ну ладно, не полчаса, чуть меньше, но всё же много. Ты мой там верни потом топор мой, который я тебе одолжил, хорошо? Нет. Ну вот, наконец-то мы с вами притопали к началу, где будут начинаться те самые гонки. Нет, как не туда, вот сюда, вот здесь они будут начинаться. Я предлагаю стать на финишную цветочную черту. Сколько кругов будем с тобой делать? О, ты мне сейчас же правило-то объясни. Ну, короче, делаем с тобой, делаем два круга. Вот один полный круг до вот этих цветков, и потом ещё раз такой же круг до этих цветков. Кто впервые сюда придёт, тот и победитель по жизни. А другой, естественно, ты лохопут. Всё? Всё всем понятно? Да, давай. Всё, даже свинюха твоя кивнула, поэтому... Сделайте ваши ставки, господа. Ставьте лайки, если вы за меня, и думайте то, что я побежу. Побежу, или оставляйте коммент Катюха, наш чемпион, если думаете то, что Катя победит. Вот. Ну, с богом. Давай, Катя, отчёт. Давай, раз, два, три. Эй, ты мне всю дорогу закрыл. Уйди с моей траектории. Эй! Пожалуйста, без лишних разговоров. Это очень эпичная гонка, в которой нельзя вообще разговаривать. Поэтому, пожалуйста, лучше молчи. Ты закрываешь мне обзор. Уйди с дороги. Это не честно. Я не вижу, куда идти. Ну, ты на F5 нажми и увидишь, куда идти. Ctrl F5 нажми, Катя. В смысле нет? Почему ты, блин, бесишь меня вообще всегда? Да я ничего не делаю. Свинюха просто стартует. Ладно. А! Один бонусный круг. Это уже второй круг. Мы завершаем его прямо сейчас. Уже все понимают, кто здесь победитель. Так ты, блин, зап... Что? Ой, пописящи, ты пописяк. Ты мне закрыл дорогу всю. Я ничего не делаю, Кань. А! Я стану... Едренько водить. Я случайно... Я случайно в руку. Я случайно... Эй! Не бей меня. Все, я выиграла. Я случайно в руку взял вот этот резубец. Это не считается. В смысле не считается? Ты право хохунился. И все. Эй! Алло! Я обогнал тебя! Я тебя обогнал! На самом финише тебя обогнал, Кать. Ты видела? Ты пописящная, пописяка. Ты меня ударил. Это было слишком эпично. Я смог Катью обогнать прямо на финишной черте. И естественно, то, что я заслужил целых 10... 10... Не убей мою свинюху. Я заслужил целых 10 часов нашей джакузьки. И Катя. Кто считает, что это была победа нечестная, кто ставит плюсики в комментарии. Все было свин... Ты настоящая живодерка. Ты это... Я считаю, что ты поступил нечестно. Все, 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 все. Мать поросенков, успокойся, пожалуйста. Я выиграл джакузи моя. Ну так... Все. Пока, Кать. Понимаешь, джакузи моя с этого момента. Все. В смысле нечестно? В прямом нечестно. Ты меня в конце, блин, перед финишем ударил. А я случайно в руку три зубица взял, поэтому я затормозил. А ничего, что ты в их бутылок. Ну ты-то проиграла, значит, ты лохушка. Я больше с тобой никогда играть не буду. Вот и сиди себе там, а я пошел отдыхать в джакузи наши. Посмотрите на него, посмотрите, кто это у нас тут нечестно играет. Кто тебе сказал, что я нечестно играю? Алло, вылезла из моей джакузи! Вылезла из джакузи! Да, ну-ка! Ого. Нифига себе. Вылезла из джакузи, Кать, ты не заслужила здесь находиться. Я выиграл. Иди гуляй. Ладно, все. Я как бы тоже не жадина говядина, поэтому я предлагаю с Катей вот вместе здесь потусить на протяжении 10 часов. Тем более, как бы у нас шлемы вот эти подводного дыхания, поэтому мы здесь можем зависать еще даже больше, чем 10 часов. Больше на 10 секунд! Ииии! Так, ну что ж, мне кажется, что я сегодня познала Майнкрафт еще на несколько процентов больше. Ну а ты можешь написать в комментариях, что нам делать в следующей серии, потому что я уверена, что еще есть куча всяких разных интересных занятий. Через две серии у нас будет юбилейный выпуск выживания. Ровно 50-я серия. И мне кажется, что, ну, Катя еще не полностью научилась Майнкрафту, и еще точно есть чему поучиться у меня, у вас и у всех остальных. Поэтому, Екатерина, мы говорим тебе подпишись на канал, чтобы не пропустить новые серии, которые будут выходить уже вот прям, ну, наверное, скоро. И что, Катя? Подписка, лайк, колокольчик. Я уже сказал что-то другое, скажи. А что сказать? Ну, что-то другое, кроме подписки. Я уже попросил подписаться. Ну, а что еще есть? Что... Ну, что-то другое, скажи. Что? Ну, придумай что-то, что-то другое. Что... Что другое? В какой сфере? В сфере жизни. Я не знаю, жизненный совет какой-то, да, или еще что-то. Просто скажи что-то. Я не понимаю, в каком контексте говорить. Просто скажи что-то людям. Дай им какой-то жизненный совет, там. Я не знаю, ну, как будто, ну, ты... Ты им даешь направление по жизни. Скажи им что-то. Вот самую умную твою мысль в жизни скажи. Всем вкусных пельмешек. Вкусных пельмешек. Да. Да? Цель Кати в жизни... Всем пожрать вкусных пельмешек. А-а-а! Ёп! Во! Вот на ту правду пельмени все же вкусные. Ой, ладно, все пока. Чуть мозг через нос не выплюнул. Субтитры сделал DimaTorzok